Маленький да удаленький. Именно так можно похвалить прототип электрического мини. Серийная модель дебютирует осенью на франкфуртском автосалоне, а пока закамуфлированный хэтчбэк провез грузовой Boeing 777F компании Люфтганзе Карго по перрону франкфуртского аэропорта. О самолете мы знаем, что без груза он весит около 150 тонн, а вот характеристики мини Купера SE пока держатся в секрете. Пиарщики отмечают только, что справиться с ролью мускулистого автомобиля новинке помогла высокая тяга электродвигателя, доступная уже со старта. Вероятно, технической начинкой с крошкой мини поделится уже серийный BMW i3s. А это означает электромотор мощностью 184 лошадиные силы и батареей емкостью 42 кВт-часа. Без подзарядки электромобиль способен преодолеть около 300 километров. Мини Купер SE будет выпускаться в английском Оксфорде. Старт производства намечен на ноябрь. О ценах говорить рано, но электрический BMW i3s стоит в Европе около 3 миллионов рублей. Интересно, что BMW упоминает фактически два автомобиля. Прототип прямо называется мини Купер SE, но параллельно используется сочетание мини-электрик. Это может не значить ничего, но предположим, что компания намекает сразу на две новинки. Чисто электрическую и гибридную, подзаряжаемую от сети. Госавтоинспекция предложила запретить пользоваться каршерингом автомобилистам, которые регулярно нарушают правила дорожного движения или хотя бы один раз были лишены водительских прав. Причем речь идет как о россиянах, так и об иностранцах. Ведомство готовит электронную базу с информацией о злостных нарушителях. Доступ к ней получат и сервисы каршеринга, которые смогут проверить будущих клиентов.